У нас день третий поездки, тут сейчас шумно, уже болельщики разминаются, дуделки хлопают, хлопалки. Но мы спросим у наших ребят, Юра Соктобе, три дня вы смотрите соревнования. Ну у вас помимо соревнований, я знаю, что еще большая культурная программа. Какие вообще впечатления, расскажи Юр, вот сегодня, о сегодняшнем дне. Впечатлений масса, то есть мы сегодня были в музее, мы сегодня посетили тренировочную базу Хайрата, футбольного клуба. С тобой понравилось? Да, конечно, а к тебе лучше, конечно, наш клуб, но Хайрат тоже неплохо. Ну ладно, да, это нормально. Сегодня мы на хоккее, я уверен, что Казахстан должен выиграть, выиграет. И вообще я всем доволен, то есть я домой ехать не хочу, остаться хочу у вас. Юра, оставайся, не проблема. Спасибо. Хорошо, Юр, спасибо тебе большое, очень здорово, что вы вообще молодцы приехали. Кстати, что вот ты ведешь постоянно прямые трансляции на КТУБ, я знаю, что там тебя считает какое-то огромное количество людей, подписано в Инстаграме. И вообще, что люди говорят вот по поводу твоих репортажей? Ну, как обычно говорят, они разные, но в общей массе все довольны, все уверены, что Казахстан займет первое общекомандное место. И, ну, мы самые лучшие. А КТУБинск вообще один из самых лучших городов мира. С нами был супер патриотический человек из АТБ Понтий Пилат. Юр, спасибо большое. Ну, у нас еще один ярый представитель интернета, Яков Федоров. Я знаю, что ты самостоятельно аккредитовался. Как вообще ты попал на универсиаду? Ну, я вообще, если честно, любитель зимнего спорта. Да. То есть, даже в других городах Казахстана, которые я посещаю, я всегда пытаюсь постить какие-то спортивные события. И не только зимние, на футбольные матчи хожу, на Кейту, на Байгу то же самое, на национальные виды спорта. В общем, ты спортивный такой у нас. Ну, я же, я такой диванный любитель спорта. То есть, сам я... Я, ну, да, диванный, диванный, вот смотри, сюда же пришел. Ну, да, конечно, как такое событие в Арбусите. И ты просто подал заявку на общих основаниях, и тебя аккредитовали. Ну, как и большинство людей, потому что, на самом деле, несложно было получить аккредитацию. И многие журналисты, я вижу здесь своих друзей из других городов Казахстана, которые точно так же попали на эти события. Ну, я тоже слышал, что несложно. Кто хотел, кто этот аккредитал. Кто хотел, кто этот правил, да. А ты на каком-то был уже спортивном событии до этого? Вот сегодня хоккей, Казахстан, Швеция. А ты до этого где-то был? Я вот сегодня вырвался, то есть... Ну, нет, это у тебя первый раз ты на спортивном событии. Потому что я знаю, на открытии ты был. В рамках пониверсиады, да. Да, да, да. Ну, как вообще вот впечатление, что у тебя? Какие вот... Что ты видишь? Ну, мне, знаешь, в первую очередь нравятся спортивные объекты. Потому что, в первую очередь, то, что они в разных районах города. И в локации. Да, не то, что у нас... Раньше был маленький выбор. То есть, если говорить о спорте, говорили только... Нет, на хопатке это был Балана, Шалака. Балан, Шалака, Медео, Чимбулак. Все. А сейчас уже, то есть, и в Волотаусском районе, и здесь, на Восточной Обездной. И все стадионы действительно новые, действительно хорошие. Причем, мне есть чем сравнивать. Я был на чемпионате мира по хоккею однажды на матче за третье место и на финале. А это в какой стране? Это было в Швейцарии, в Берни. И, честно говоря, могу сказать, что у нас не только не хуже, а лучше даже многие моменты организованы. И пропуска, и та же продажа билетов. Так что, на уровне все проходит. Ну, супер, удачного тебе просмотра сегодня хоккейного матча. Алга, Казахстан, Балерия. Уже ничего не слышно. Вот я не знаю, нас сейчас будет слышно или нет. Потому что народ начал дудеть дуделки, хлопать хлопалки. Полный уже дурдом начинается, хотя еще ничего не происходит. Спасибо, Яр. Удачи. Привет, Зинара. Ну, слушай, уже выехали на лед. Наша сборная, сборная Швеции. Подходит к концу ваш тур. Давай расскажи вообще какие-то свои впечатления. Как эти были три дня? Что это было для тебя? Ну, во-первых, это впервые. А потому эмоции просто грандиозные. Они потрясающие, потому что душа парит, крылья расправлены. Кстати говоря, я сегодня впервые на хоккее. И поэтому я прям в ожидании эмоций просто диких на самом деле. Шутки с шутками я тоже первый раз в жизни на хоккее. Мы сегодня с тобой вдвоем впервые на хоккее. Вот, поэтому классно, что бывает этот первый раз. Программа была просто насыщенная. Я открыла для себя Алмату совсем с другой стороны, абсолютно с другого ракурса. Я благодарна нашим волшебникам за этот тур. Это было просто космос. А вот что, ну, знаешь, какие-то яркие, наиболее яркие впечатления, от каких у тебя мест в Алмате? Мне, ну, восторг, конечно, был от открытия, от самого шоу, да, универсиадка. Но это ты не оригинально, а очень многим понравилось. Мне безумно сегодня понравилось на тренировочной базе футбольного Крунува Кайрат. Впечатливо. Безумно. Я ждала там, вау-вау-вау. Я думала, что там будет что-то пафосное, там, перегибы какие-то будут. А оказалось, все настолько продумано, все настолько, действительно, все то, что нужно, просто ничего лишнего. И ребята, конечно, красавчики. Мне безумно понравилось на Чимбулаке. Особенно меня впечатлила дорога по Канадке. Что туда, что обратно. Обратно нас еще раскачивало в разные стороны. И поэтому я теперь боюсь высоту. Да, да, я помню, она даже один раз, по-моему, остановилась на время. Да, 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 я помню, ага. Вот. Чимбулак — это был, конечно, безумный космос. Ну, а самое главное — это общение, это знакомство. Это люди Алматы, и не только Алматы, с которыми мы познакомились. И все эти дни практически жили с семьей одним, единым организмом. И так, если честно, грустно, что все это заканчивается. И я завтра на перроне буду реветь. На трибунах стану. Да нет? Да. Ты молодец, что приехала. Я могу, в свою очередь, сказать, очень такой светлый, жизнерадостный ты человечек. Петропавловскому мы передаем привет твоим землякам. Спасибо, Динара, удачи. Спасибо большое, спасибо. Ну что, привет, интернет. Слушайте, я в шоке. Я первый раз сегодня на хоккее. За моей спиной вот прям идет матч. Атмосферу стадиона, знаете, очень сложно передать. Но тут все кричат, дудят. Я не знаю, меня будет слышно или нет. Ребята, это... Ну что, греха доить. Ну круто здесь и весело. То есть народу очень нравится. Пока... Пока 0-0. Сегодня играют наши Швеция и Казахстан. Казахстан в фирменных цветах. Ну, естественно, нашей страны. И так... Гоу! 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 Наши забили первый гол. Ура! Ура, товарищи! С чем бы... С каким бы счетом не закончилась эта игра, но вы не представляете, что здесь творится, что творится на трибунах. А ура, Казахстан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА